Всем привет, мои хорошие! С вами Акаемили, и сегодня мы с вами будем кушать булочку с сосиской. Помните, во вчерашнем, по-моему, мукбанке я сидела, сидела, кушала, кушала, и вдруг мне резко так захотелось булочку с сосиской? Я решила, почему бы себе отказать в таком вот удовольствии. И вот прикупила... Здесь у нас еще салат, который я приготовила не сама, это покупной. Но не могу сказать, что он прям вау, но есть можно. Я очень надеюсь, что вас не раздражает вот этот свет. Просто солнышко садится, и буквально через 5 минут вот этот вот свет, который светит прямо мне на лицо, он перестанет светить. Вот так вот. Какой хлеб! Здесь у меня еще кофе 3 в 1. Прямо сюда же макая. Я опережу ваши комментарии. Я знаю, что все начнут писать, Айка, ты не могла этот салат сама приготовить. Я могла, конечно же, могу просто. Есть такой момент. Мне в мукбангах нужна разнообразная еда. Приготовила я, например, целую кастрюлю салата оливье. Кто это будет есть? Вот кто? А там майонез, майонез портится. Поэтому я решила купить. Вот такая вот порция мне обошлась почти в 5 монат. 4 моната с чем-то. Мне кажется, нормальная цена. Герметично было упаковано. Там вообще разные салаты были. Почему-то дороже всего стоил оливье. Но мне кажется, для человека, который работает или не успел ничего дома приготовить, работает в какой-то фирме. Можно взять и все, и не парится. Все, уже солнышко садится потихоньку. Сейчас свет стабилизируется. Сосиску такую маленькую положили. Посмотрите. Я бы сюда огромную забабахала. Давайте начнем отвечать на вопросы. Здесь есть очень смешной вопрос. Меня реально рассмешил. Девушка пишет. А правда, что Азербайджан это большая дыра? Мне мой парень сказал, что здесь дыра. Я не знаю, как для кого. Меня все устраивает. Я вообще очень оптимистичный человек. Я везде нахожу плюса. Мне нравится, что Азербайджан это светское государство. Здесь есть разные. Есть девушки в хиджабе. Есть девушки, которые ходят в супер коротких шортиках. И тайки, и сяки. То есть, это мне очень нравится. Например, я была в Дагестане. Там такого нет. Там более религиозная страна. Республика, так скажем. Не будем вдаваться в какие-то моменты политические, например. Но в общем и целом я считаю, что это рай. У нас все очень дешево. Вы знаете по моим шоппинг-влогам. Я, например, пошла в ателье. И заплатила за три вещи 430 рублей. Мне все подписчики писали, что как дешево. Захожу в магазин. Снимаю какой-то шоппинг-влог. Все пишут, ай, как дешево. И хорошие зарплаты. Почему нет? Давайте мое любимое. И может даже дело тут не в Азербайджане. Дело в том, что с какого ракурса вы смотрите, например, на минусы, на проблемы. Я стараюсь максимально оптимистично смотреть на все проблемы. В любой стране. Есть минусы, есть плюсы. И к этому надо быть готовым. Жизнь прекрасна. Живем один раз. Спасибо, господи, за эту жизнь. Руки, ноги целы. Отлично. Я, например, смотрю на успех Ивлеевой. И у меня нету такого, что вау, я хочу так же. Я хочу тоже такую дорогую машину. Какая она крутая. Да какая она классная. Вот это я могу сказать. Ну, у меня нету такого, что, блин, я тоже хочу быть звездой, как она. То есть я умею ценить то, что у меня есть. Проще говоря. В общем, все офигенно. Как у меня футболка под цвет. Но все-таки мы готовим этот салат лучше. Я грудку вообще не чувствую в этом салате. Хотя в составе она указана. Это, знаете, на что похоже? Я смотрела видео Марка Кауфмана. Мне он очень нравится. И он что-то обсирал косметику Веры, Веры Брежневой. И он такой говорит, вы видите здесь хайлайтер? Нет. И я не вижу. Но он здесь есть. Я столько смеялась над его шуткой. Где-то неделю. Посмотрите видео. Марк Кауфман говорит про косметику Веры Брежневой. Там прям мат-перемат. Но это... Это так смешно. Особенно меня убила вот эта фраза. Вы видите здесь хайлайтер? Нет? Вот я не вижу. Но он здесь есть. Я не помню, он это говорил про косметику Веры. Вообще мне он очень нравится. Очень харизматичный такой. Солнышко село. Мои закаты. Не обращайте внимания. Продолжаем. У меня иногда бывает, меня резко пробивает на ржач. И очень часто это бывает в каких-то нефтемных ситуациях. Когда человек, например, рассказывает мне о чем-то. Я не могу остановиться. Вот прям вот хочу остановиться. И не могу. И в такие моменты я всегда смотрю на ногти. Моментально. Не хочется уже угорать. Моментально. 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 Вы видели это? Или мне похоталось? Следующий вопрос. Нравится ли тебе новая прическа Фати? Меня зовут Морал. Морал, тебе огромный привет. Насчет прически Фати мне она нравится. Я считаю, что ее очень идет. Самое главное, чтобы человеку нравилось. Увидела там в комментариях. Все пишут, что не идет. Мне нравится. И вообще не надо обращать внимание, кто что говорит. Надо, чтобы тебе это нравилось. Вот, например, про губы. Когда я сделала губы, некоторые люди мне писали, фу, ужасно, ты теперь похожа на утку. А сейчас мне все пишут, ай, как губы так быстро сдулись, пойдешь ли опять-то к этому мастеру. Тебе сделали некачественной и так далее. Почему сдулись? Было очень красиво. Я не считаю, что вина мастера. Это скорее вина препарата, который я выбрала. И еще раз я пойду к этому специалисту, потому что после того, как она мне сделала губы, у меня не было ни одного синяка. Хотя все врачи утверждают о том, что без синяков не бывает. Я просто выберу более плотный гель. И вот все. То есть это к чему? Сейчас мне, наоборот, все пишут, что Айка, сделай губы, потому что тебе было очень круто с губами. А когда я сделала, все писали УЖАС! Зачем такие большие? Утка! Поэтому тут, знаете, не поймешь. Прежде всего, тебе самой в зеркале ты должна нравиться. А все остальное неважно. Челка, я считаю, что это сейчас не очень модно, на мой взгляд. Опять же, я не эксперт в плане моды. Мне кажется, это вообще не актуально сейчас, но ей она очень идет. Например, прическа лесенка. На мой взгляд, сейчас это не актуально, но я видела девочку в тиктоке. Очень круто ей. Ну, прям офигенно она выглядит. Меня просто всегда напрягает одна вещь. Не то, что напрягает. Как бы белая зависть. Я всегда смотрю на Марию Уэй. И вот, например, лет пять назад она выглядела офигенно. И у нее образ не поменялся. Такие же губы, такие же брови. Прошло, например, пять лет. Опять же, она в тренде. Она опять выглядит офигенно. Хотя она не поменяла образ. У меня такое ощущение, что через пятьдесят лет я увижу Марию Уэй. И она будет выглядеть так же. Все меняются там. Прическа, не прическа, губы, не губы, брови. А Маша всегда вот красотка. Хочу быть как Маша. Чтоб время остановилось, и я всегда осталась в таком виде. Я не знаю, это только я замечаю. Напишите, пожалуйста, в комментариях. Вот реально. Маша Уэй вообще не изменилась. Я смотрю ее старые видео, она такая же. Сейчас она такая же. Это просто белая зависть. Я хочу так же. Я хлеб не ем. Мочные изделия вообще не ем. Вы заметили, да? Я не ем. Не только Маша Уэй такая. У нас есть дальняя родственница. Я ее видела лет десять назад. Она была такая же. Недавно я ее видела. Она стала еще лучше. А я смотрю на себя. Я с каждым годом как будто хуже. Вы знаете, раньше я делала макияж, и мне настолько нравилось, как я выгляжу. Сейчас мне больше нравится я без макияжа. Как будто то он ложится как-то странно на лицо. Иногда я крашусь, и у меня такое ощущение, что старческая какая-то кожа. Поры видны. Может, тон у меня какой-то неудачный. Я не знаю. Ну, раньше, когда я красилась, я прям кайфовала. То, что вау, я накрасилась. Такая крутая, такая красивая. Сейчас такого вообще нету. Эх, солнце уже садится так красиво. Показать бы вам сейчас. Уже почти село. Небо такое красноватое немножко. Немножечко прям с краснотой. В последние дни такой ветер. Такое ощущение, что лето прошло где-то мимо. То есть я не почувствовала, что началось лето. Из-за этого карантин. Вот постоянно дома. У нас до сих пор все заведения закрыты. У нас все лето все было закрыто. Никаких кафе, ресторанов, не знаю, кино, домино. Все закрыто. Заходишь в магазин одежды, там тоже тебя торопит. Давай быстро, быстро, быстро. Очередь ждет. И прям, знаете, не хочется ничего покупать. Все-таки ты отдаешь деньги, когда тебя так торопят в попухах что-то покупать. О, что ты отдаешься. Смотрите продолжение в следующей серии. Все, я наелась. День я мечтала о том, что я... Мне написали, мне надо бежать. Я вас всех очень сильно люблю. Марч, марч, марч всем.